Давайте разберем, как вяжется один из самых интересных и распространенных узоров миссони. Сначала я вам покажу, как вязать на схеме, затем на образце. И в следующем уроке покажу полностью, как вязать этот узор. На схеме показаны все ряды и лицевые, и изнаночные. Но выглядят они так, как будут выглядеть с лицевой стороны. Удобнее этот узор вязать по кругу, но я потом постараюсь показать так же и поворотными рядами. То есть на прямых спицах. Вот эта часть узора, у нас количество петель не меняется. Всегда по 12 петель. Вот эта вертикальная полоса, две петли вместе. Вначале у нас идут петельки с наклоном влево, затем петельки с наклоном вправо. И вот именно эта полоса задает как бы тон рисунку. Вот этот излом. Через определенное количество петель, в разных рядах оно разное, идут накиды. Эти накиды позволяют, ну, оставляют одинаковое количество петель вот на этом участке узора. Здесь у нас 11 петель. Вот для меня самым сложным в этом узоре оказалось не спутать вот эти вот ряды полосочки. По две полоски вяжутся лицевой гладью и две изнаночной. Вот на этом прямом участке, в котором я всегда 12 петель, не надо об этом забывать. Первый ряд. Все очень просто. 12 лицевых, две вместе с наклоном влево, 11 лицевых, накид. И так продолжаем до конца ряда. Следующий ряд. Там, где вязали лицевыми, вяжем изнаночными. Потому что мы вяжем по кругу, они у нас должны быть изнаночными. 12 изнаночных, снова две вместе лицевыми, лицевой с наклоном влево. Здесь уже у нас 10 лицевых, накид и одна лицевая. Ну и дальше. В общем-то, все понятно. Рисунок простой. Он запоминается. Потом даже со временем и подсматривать не надо будет. Но, как я говорила, самое главное вот это чередование. Вот этих полосок. Здесь постепенно уменьшается количество лицевых до накида. А здесь увеличивается количество лицевых. И когда вот они сойдут на нет, встретятся вот с этими двумя провязанными вместе. Начинается вторая часть узора. Ряд начинается с накидов. 11 лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. И 12 лицевых. Сейчас вот эти участки поменяются местами. Здесь у нас постоянно 12 петель. А здесь постепенно будут вот эти две вместе провязанные лицевой встречаться, ну, приближаться и встретиться в конце концов с накидами. У меня получилось вот такое полотно, связанное узорами с Sony. И сейчас тоже вам покажу немножко самые основные моменты. Обычно мне как-то раньше не нравилось сочетание желтого с синим, зеленым. Казалось оно немножко некрасивое. А тут, на удивление, цвета заиграли. Итак, основные моменты. Да, еще хочу сказать, что нитки надо подбирать равные по толщине. Ну, и желательно по составу. Я попробовала. Немножко у меня отличались по толщине. И получилось очень плохо. Я не смогла вязать. И пришлось вот выбрать. Здесь вот у меня акрил. Были нитки одинаковой толщины. И мне результат понравился. Вот эта часть узора. Вот эта ровная часть узора. 12 петель. Вот они чередуются. Два ряда вязала изнаночными и два лицевыми. По 12 петель. Здесь не меняется количество. Здесь вот идет убавление как бы петель. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Здесь 11 петель в начале. И здесь накиды. И так как вот здесь вот, из-за вот этих вот петель, провязанных вместе, у нас количество уменьшается. Получается вот такой изогнутый треугольник. И накиды вот здесь вот встречаются с этими провязанными петельками вместе. А здесь постепенно петельки добавляются. Здесь мы вяжем лицевой гладью. Потом, когда петельки встретятся, расположение меняется. Здесь постоянно 12 петель. Здесь начинаем вот с накидов. Здесь дорожка из петель, провязанных вместе. Две петли лицевой, но с наклоном вправо. И они так вот постепенно выстраиваются в треугольник. А здесь постоянно 12 петелек. У нас не меняется. Провязали этот раппорт. И снова. Снова сначала 12 петель. А затем вот этот участок. Полоски можно располагать так, как вам нравится. Только, я думаю, желательно старайтесь, чтобы в одних и тех же местах. Я, как был рисунок передо мной, тоже полотна. Я вязала две, начинала ряд, две петельки одним цветом, вот желтым, два ряда. Затем два ряда голубым, то есть другим цветом. И завершала этот раппорт желтым. А затем снова. Вот это у меня уже другой раппорт. Два ряда уже голубым, два желтым. И завершала раппорт все ряды голубым цветом. Ну и так далее тоже. Вот, подбирайте цвета. В следующем уроке я вам покажу подробно, как вязать. И обязательно ряд нужно отмельчать иголкой. Уж не, булавкой, маркером. Вязала по кругу, ничего не сшивала. Здесь все удобно, понятно. Так можно вязать. Тупики, платья, юбки, шапочки. Все, что вяжется по кругу. Продолжение следует...